Добрый вечер! Ну, поскольку у нас сегодня вечер относится к путешествиям, то про путешествия и будут стихи. Отпуск в Сочи. Это тоже было путешествие, еще то. У моря в Сочи. Две недели. В очках, панаме, шортах, сланцах. Как время быстро пролетело. Еще быстрее ушли финансы. Отель вдруг стал не по карману и койко-место бабок даже. Пришлось сменить комфорт дивана на место бойкое на пляже. Под солнцем южная нирвана чарует взгляд лазурной далью. Совсем немного местным стану. Сольюсь навек с прекрасной явью. Меня вдруг как-то осенило, что все мы сочинцы тут тоже. Что жить на пляже, в общем, мило, и мы неплохо это можем. Ведь отдыхали прежде люди. Смогли же в местных превратиться в краю изысканных иллюзий. Без денег, чтобы возвратиться. Спасибо. Я смотрю на сцене прекрасный костер, елочки. А это отличный ориентир. Мне без компаса в походе не грозит прийти каюк. Знаю точно, что в природе елки север пальмы юг. Спасибо. Еще немножечко путешествий. Теперь я хочу отправиться с вами на восток. А восток – дело тонкое. Восточная поэзия – это рубаи. Вот несколько рубаи я и хочу сейчас прочесть. Дочку в школу и день собирали, и ночь. В первый раз, в первый класс все старались помочь. Вот и первый звонок к просветлению дорога. По деньгам, словно замуж, мы выдали дочь. Спасибо. Такое философское. Что наша жизнь, что людям подарил творец? Границы зла, где их начало и конец. Зайдешь к хорошим – там уют, тепло и кофе. Зайдешь к плохим – веселье, водка, холодец. Я уже понял, куда ходит народ. Я просветлел, вдруг осознав, что, ё-моё, сознание определяет бытие. Когда ты хочешь, чтоб удвоилась зарплата, придя домой, клади у зеркала ее. Спасибо. Так, вот такая штука. Помните скороговорочку, как Карл воровал у Клары кораллы? Я немножко развил тему. Воровал Карл у Клары кораллы. В ответ Клара тоже украла. У Карла Клар нет. А затем, просветлев, и тромбон, и вал Торну. И теперь у Клары негромкий сосед. Ну, а поскольку все равно тема путешествий, я хочу закончить таким рубаи. Потерялся в лесу и устал. Но медведь мне помог в один миг в темноте просветлеть. Кинул камнем в него. И пропала усталость. И совсем уж фигня восемь верст одолеть. Спасибо.